Всем доброе утро! Я сегодня проснулась в хорошем настроении. У меня полно энергии. Я не знаю, давно я себя так не ощущала. Получается, весь январь, когда вот мы болели, я чувствовала себя какой-то амёбой, тухлой, потому что сил не было вообще из-за того, что болели очень много. А сегодня я проснулась, и я понимаю, что я вернулась. Я вот такая, какая должна быть. У меня полно энергии, мне хочется улыбаться, я хочу музыку, хочу танцевать. Короче, я хочу всё делать. Не хочется вообще лежать, поэтому с утра встала, позавтракала. Девчонки сидят, смотрят мультики. Я подкрасилась уже, замазала свои прыщи. Видите, смотрите, это какой-то трэш, когда же это всё пройдёт. Ну, ладно, не пройдёт, так не пройдёт. Замажем, правильно? Так, мы сейчас будем собираться. Главное на волосы, не смотреть. Будем собираться, пойдём прогуляемся, надо зайти в магазин. У нас закончились дома все продукты. Да, я думала, я с Миланой одна. Класс. А мать, типа, куда ушла? Так, сходим за продуктами, закупимся немножко, совсем чуть-чуть, потому что на этой неделе я вообще не планировала закупаться больше. Но как-то так получилось, что у нас еды дома вообще нет. Так, сейчас я тут буду с вами болтать и как раз собираться. Еды совершенно нет, есть нечего. Я на этой неделе уже ходила два раза закупаться. Думала, этого хватит, потому что на прошлой неделе два раза хватило. Вроде два раза, да? И всё. На этой неделе, получается, надо три раза. Ну, ладно, ничего страшного. Я, кстати, тут глаз накинула на чеки. Я же сейчас контролирую, сколько мы тратим. Так, сейчас одену. Опа. И знаете, неплохо. Я думала, что мы тратим гораздо больше, но нет. Вот, на этой неделе, вот если сейчас не считать эту покупку. Но я, наверное, думаю, мы много не купим там мяса, чтобы суп сварить. И, ну, посмотрим. Я очень постараюсь много не купить. Что-то потратили мы около 70 евро или 60 на троих. Я скажу, это очень даже хорошо. Я не скажу, что мы плохо ели на этой неделе. Но нормально ели, в принципе, как всегда, наверное. И, короче, 60 евро, это очень-очень даже хорошо. На той неделе чуть-чуть, правда, было подороже. Вроде как, да. Там и рыбка была, лосось. Короче, посмотрим. Так что, если все получится, то, в принципе, немного мы тратим на еду. Но это я уже 20-го числа вам скажу. 20-го? Не помню точно. И как раз тогда я вам скажу, сколько мы тратим. И я буду очень благодарна вам, если вы напишите, сколько у вас семьи и детей. И сколько вы тратите в месяц хотя бы приблизительно. Но это только тогда, когда уже будет другой влог именно про трату. Я вас попрошу, вы как раз нам напишите. Так, и пока я тут собираюсь, я хочу, знаете, у вас что спросить. Будет ли вам интересно, если я заведу такую тему, как коммунальные платежи, сколько я плачу за квартиру, сколько у нас уходит света, газа, сколько мы тратим воды, сколько это все стоит. Кому-то актуальна будет такая тема? Было бы интересно тоже пообсуждать. Сколько, например, комнат. Вот, ну, все-все-все объяснить, какая квадратура, район, что еще. Ну, в принципе, вот такие мелочи. Я бы в каком-то влоге просто там 2-3 минуты выделила бы на это и рассказала бы. Но это будет как раз вот 15-го числа мне надо платить за квартиру, надо платить за газ, за свет и за все-все-все. Поэтому где-то 15-го, 16-го числа я бы могла бы рассказать, если будет это интересно. Выскочила какая-то табличка и видео просто остановилось. Короче, ладно, пишите свои комментарии, интересно вам будет это или нет. А мы пошли гулять и в магазин. Вышли на улицу, а тут дождь. Никаких погулять. Сейчас быстро в магазин, тогда и домой. Все, вернулись мы домой. Зашли в магазин. Купила девчонкам вот таких глазастиков, как я их называю. Сейчас была скидка евро 99. Такие брелочки, что я буду. Так, купила свечи, у меня закончились. Тортик. Это девчонкам, это не мне. Так, яйца. Курицу. Сейчас буду варить куриный супчик. Киви. Еще киви. Кукурузный крахмал. Так, вот такие йогурты. Девчонкам. Надеюсь, вкусные будут. Так, что у нас еще тут? А, вот такие формочки купила. Сейчас была акция по 6 центов за формочку. Я думаю, дай-ка возьму на следующий год. Потому что, я не знаю, куда-то мои все пропали. И мы в этом году ручно вырезали имбирное печенье. Вот в следующем году как раз будут формочки. Много решила не брать. Потому что, думаю, 4 вполне хватает. Так, яблоки и там 2 пачки кофе. Чек у меня на... Так, 21,44. Но это получается 4 евро брелки. Так, 6 евро свечи. Но, в принципе, нормально. Я сейчас сразу напишу минус. Сумма свечей и сумма игрушек. Так как собираю чеки только и исключительно на еду. Все, буду сейчас быстренько все это убирать и начинать готовить. Куриный супчик у меня будет самый-самый простой. Тут курица будет, картошка, морковка, вермишель буквы. Вермишель я обжариваю. Смотрите, и когда оно не превращается в такое, знаете, как... Ой, много, наверное, в пюре. И остается, знаете, нормальными буковками, не кашей. Так что, если вдруг кто не знал, обжариваете, добавляете в суп. И ничего потом в кашу не превращается. Курицу я тоже зажарю с морковкой и отправлю в суп потом. Все, больше ничего. Ну и соль, естественно. Вермишель я уже дала цвет. Есть такой золотистый, оранжевый. И все, можно уже снимать с огня. А тут у меня этим временем жарится курица. Я часть отправлю в суп, а часть сделаю себе со сливками. Курица уже у меня готова. Я ее жарила без масла. Своем в коко. Теперь часть отправляем в воду. Как неудобно. Одной рукой это все делать. Добавляем сливки к мясу, которое осталось. И чуть-чуть воды совсем. Даем потушиться буквально пару минут. Две-три минуты и этого хватает вполне. Так, а к мясу в бульоне добавляем картошку и вермишель. Все, ждем, пока все это приготовится. А пока я буду жарить сухари девчонкам. Просто с солью на масле. К супчику будут такие греночки вкусные, хрустящие. Будем садиться обедать. Всем приятного аппетита. Спит звезда. Дневной сон сегодня. Так как рано проснулась опять. Сейчас буду будить. Так как уже полтретьего. Доча. Доченька, просыпайся. Пойдем тортик кушать. Дочь. Зайка. Просыпайся. Пойдем тортик кушать. Ничего не работает. Даяна. 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 Даяночка. Просыпайся. Пойдем тортик кушать. Тортик хочешь? Зайка. С закрытыми глазами. Ты подожди, подожди. Чуть-чуть оклемайся. Привет. Все. Проснулась. Ну, куда идешь? Ага. Я думала, она идет тортик кушать. Ага. Пошла все-таки. Девчонки сели кушать тортик. А я сделала себе свой тортик. Хлеб и шоколадная вот эта паста без сахара. И Милана мне еще почистила киви. Все. Будем садиться кушать. Всем приятного аппетита. Даяна уже тут плакат сидит и изучает. Девчонки открыли карточки. Я вам вчера забыла показать, но мы уже вчера не стали играть. Я еще даже правила не изучила. Сейчас Даяшка посидит, поизучает. Тогда вместе с ней сыграем. Я так понимаю, тут надо, кто быстрее найдет пару. Перед началом все карты тасуются, падут в середину. Я не понимаю. А, ага. Это надо просто вдвоем играть и найти парные карты. Будем играть с тобой? Да, будем. Давай. Так. Сейчас переверну. Так, поставим. Мы ее отшиваем. Так, давай вот так вот садим рядышком. Ну, давай. Что это такое пылинка? Давай, открывай первую карту ты. Дай она. Слайм свой. Зачем тебе слайм? Я его буду закрывать, когда он будет... Ну, давай, открывай первую карту. Так. Стоит теперь я. Подожди. Так. Когда две одинаковых найдем, кто быстрее заметит, кто-то, я так понимаю, заберет себе. Да. Давай. Открывай дальше. Нет, это не закрываем. Это немножко другая карта. Игра. Открывай дальше. Надо все по порядку открывать. Закрывать, я так понимаю, не надо. Подожди, стой. Теперь моя очередь. Надо просто найти две одинаковые. Ну, как я поняла смысл этой игры. Теперь ты. Да. Вот видишь, как. Пока ничего не можем найти. Теперь ты. Так. И запоминаю, чтобы одинаковые были. Тогда сразу надо хватать их, да, и забирать. Давай дальше открывай. Теперь ты. Ай. Ай. Молодец. Забирай себе. Умничка. Буду ей поддаваться немножко. Так. Ага. Давай дальше. Смотри, мама открыла такую карточку. Давай, теперь ты дальше. Где? Покажи. Разве они... А-а-а. Вы же посмотрите. А я не заметила. Блин, какая невнимательная. Но я смотрю ее в камеру, чтобы камера, знаете, снимала весь этот обзор. И на карточке. Ну, давай дальше. Я тоже хотела открыть. Так. Ну, давай. Ай. Да что? Я не могу. У меня не получается. Это я. Посмотрите, она уже три раза нашла карточку правильную. Так. Давай, Даяна. Даяна. Давай, я открываю карточку. Угу. Не. Ты давай смотри, а то проиграешь. Да не, уже куда. Что? Разве это один... Нет, это разные карточки. Смотри. А-а-а. Цветочек увидела? Я тоже сначала думала, что они одинаковые. Давай дальше. Вот, вот. А-а-а. Я нашла. Я нашла. Первая пара моя. Мама, это было моё шоу. Это не было твоё. Я быстрее увидела. Ну, давай. Так, стоп, стоп, стоп. Теперь я открываю. Я успела. Теперь ты открывай. Теперь мама будет внимательнее. Одну карту открывай только, Даяна. Так, стоп, теперь я открываю. Мороженое. Нет, нету. 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 Есть. Теперь у нас... Эй, теперь моё очи. 3-3. Ничья. Одну карту открывай. Ну, ладно. Как она радуется. Ну, давай, смотри теперь сюда. Осталось совсем немного карт. Так. Есть. Давай. Теперь ты открывай карту. Одну. Одну. Ай, молодец. Я заметила. Мне нравится, как она радуется, когда... Ну, там соседи хлопают дверями. Боится. У нас дверь одна открыта, а вторая закрыта. Ну, давай. Так, теперь я. Одну карту. Их. Ой, давай. Осталось совсем... Одну карту. Одну. Нет. Нет, нет. Посмотри на карточки. Хитрюга. 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 Да, похоже. Так. Ать. Ать. Молодец. Даяна, ну смотри, так получается, я открываю, и ты забираешь последнюю пару. Так. И поскольку пара, ну мне кажется, Даяна выиграла. И выиграла. Сейчас я пересчитаю и скажу вам, кто выиграл. А вы посмотрите, у Даяны семь пар и у меня одинаково. Поэтому мы вдвоем победили. Давай пять. Еще будем играть? Да. Давай. Как интересно? Интересно, да. Мы с Котином. Надо это найти. Ну, а я где-то уже видела такую карточку. Нет. Надо это найти. Да? Молодец. Умничка. Теперь Даяна играет сама. Решили уже, что она поиграет. Одна будет искать просто парные. Осталось немножко, чуть-чуть, совсем. Не получается? Почему я опять проигрываю? Ты проигрываешь, ты не проигрываешь. Ты одна играешь. Поэтому у тебя времени, ого, ого, сколько. И никто тебя не обыграет. О, мама. Где такая карточка? А вот я помню, где такая карточка. Где-то я ее видела наверху. А зачем я тебе сказала вообще? Умничка. Осталось совсем чуть-чуть. Ты наверху тоже открывай. Чего ты только внизу открываешь? Это надо идти. Где? Ух ты, как повезло. Ну, осталось чуть-чуть совсем. Вот такие игры Даяне больше нравятся. Чего, например, там заниматься писаниной и учить буквы. А где такое карточка? Не знаю, ищи. Вот она, Малина. Вот, да. Умничка, запомнила. Давай, еще осталось чуть-чуть. Наверху открывай. Ты уже внизу все открыла по сто тысяч раз. Ой, нет, я не открыла. Вот это найти. Ну, найди. А было это? Нет. А, а чего? Так нечестно. Давай, открывай следующую. Эту закрываем. Нет. Она подпрыгнула. Подпрыгнула, да. Вот. Ну, и где она была? Тут. Умничка. Собирай. Давай, осталось чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Что такое? Мороженое. Да. Мой коврик используется теперь как игровой коврик. Ну, ничего, я скоро через дней пять уже начинаю заниматься спортом. Начнутся мои тренировки. Многие тоже спрашивают, пишут. Карина, когда ты начнешь заниматься спортом? В принципе, я чувствую себя уже хорошо после болезни. У меня уже прилив энергии. Никаких симптомов болезни, ничего не осталось. Я считаю, что прошло времени уже достаточно. Поэтому я вот через пару дней начну, молодец, начну заниматься спортом. И, наконец-то, мой коврик мне пригодится. Так что скоро-скоро, скорее всего. Я не знаю, снимать тренировки свои не снимать. Как вам будет актуально это, не будет. Ну, так, чисто, знаете, в быстром темпе. Так, давай. А помухлять тут будешь. Что жду ваших комментариев. Как вам снимать, не снимать. А я не достану. Ну, давай, осталось совсем чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. Муничка, осталось совсем чуть-чуть. Давай, давай, давай. Сегодня ты как-то немножко медленнее, и все. Но мы до этого еще много играли. Надо закрывать. Так, по правилам. Открывай следующую. По правилам надо закрыть одну. Ще. Не. Но. Но. Это направо. Нравится мне ее на... Но. Ты в каком-то мультике увидела? Да, но. Но. Ну, давай. Ну. Я была. Ну. Ну, вот даже эти четыре попутала. Устала, да? Все. Закончили. Так, еще надо найти эту капусту. Молодец. Умница. Услышала, как кто-то поет. Ты там поешь песенки? Да. О, у тебя диско, диско. Да, я всегда вам оранжевый. Да, я на все с этими орбизами возится. Мам, мне нужно оранжевый. Оранжевый? А зачем ты сюда эти пуговицы поставила? Они деревянные. Да, я знаю, что они. Жалко, конечно. Хотя, если так подумать, знаете, они уже у меня сколько лет. Наверное, еще до Даяны я их заказывала на Алиэкспрессе. И все как-то не использовали. Буквально пару пуговиц. Я даже скажу. А Милана пошла в первый класс. Первый, второй класс я их использовала тогда. Так что много лет лежат. Мама, посмотри. Что там? Да, там красота на потолке. Все? Не будем больше? Ой, будем. Ой, будем. Туда-сюда. Тырк, 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 тырк. Все, больше не трогай. Не надо. Потом уже выключим. Даяна тут вчера нашла свою эту... Я не знаю даже, что это. Садики нам давали, когда мы в садик пришли. На 1 сентября им выдавали вот такие штучки. И вот она нашла. Она говорит, мама, это ведь мое. Но так до сих пор в садик и не хочет. Я ей предлагаю. Говорю, пойдешь в садик? Не, не, не. Ну, нет и нет. Но ты сейчас сломаешь, Даяна. Все. Нет. Только для... Руки-крюки у меня. Сейчас, не дай бог, работать не будет. Работает. Все, пускай она стоит так. Хорошо? Хорошо. Так, давай, иди сказку выбирай. Будем уже понемногу спать ложиться. Не буду я ничего закапывать. Ну, только одну книжку, Даяна. Немного. Сегодня не хочется ничего читать так особо. Что ты там ищешь? Куда? На свою эту кофточку. Эмили будешь одевать? Да. Ну, давай. Это наша новая книга. Даяна, книгу. Ой, нельзя булевать. Вот эта когда-нибудь вырастет у нее? Вот сколько от... Все растут новые и новые. И никак их не спрятать. А заколками, получается, надо вдоль делать. А хвостик это так удобно. Нет ничего удобнее хвостика. Но? Я хочу Машу растеряшу. Машу растеряшу опять? Да. Вот ей понравилось это Маше растеряшу. Это будем читать? Да. Да, вот это мне нравится. Тут про спокойной ночи. Различные, различные маленькие сказки небольшие. Поэтому будем читать это сегодня. А мы с вами будем сегодня прощаться. Будем с Даяшкой собираться ко сну. У меня, кстати, сегодня настроение так весь день и осталось замечательным. Ничто не испортило. Погода плохая, дождь, снег. Вообще, ну, короче, блин, я не знаю. Я очень надеюсь, что так будет дальше. А если будет еще и погода хорошая, а нас еще скоро и откроют, скорее всего, то будет вообще так классно. Вот обожаю, когда я не болею, когда у меня очень много сил. Ладно, все. Будем ложиться спать уже понемногу. Наверное, там уже Эмили готовит. Передивашки. Все, всем до завтра. И всем пока-пока.